Сегодня мы в гостях в ресторане у ресторатора Владимира Перельмана. Володя, здравствуй. Приветствую. Здравствуй. Привет. Выпуск про рестораны. Мы рассказываем о диете миллиардеров, как они питаются. И вот однажды Джефф Безос написал, вернее сказал, когда он пришел в ресторан, что вы – осьминог, которого я ем на обед. Когда я смотрю на меню, вы то, чего я не понимаю, чего я никогда не пробовал. Он заказал в ресторане осьминога. Ты, как ресторатор, у которого множество ресторанов, которые чувствуют публику, особенно обеспеченную, что сейчас любят есть обеспеченные москвичи? Это классный вопрос. Потрясающий. Я, во-первых, вчера тоже заказал себе осьминога. И должен сказать, что сейчас осьминог – это какой-то прям бестселлер среди рыбных блюд ресторанов наших, и, мне кажется, в городских в том числе. Причем стоит он довольно-таки дорого. Вообще, после санкций все импортные продукты, естественно, подорожали в рублевом эквиваленте. И вообще мало что можно достать. Мы, например, рыбу, чтобы привезти в наш ресторан «Рыба моя», открыли собственную компанию и сделали техимпорт из Марокко. Логистическую компанию. Да. И потратили огромное количество сил и времени на это, потому что мы пытались вернуть такие докризисные рыбы, широко распространенные в малом количестве ресторанов. Например, тюрбо, если помнишь, такая была рыба. Существовала еще санпер, пагор, солнечных. Много таких интересно классных рыб, которые часто встречаются на Средиземноморском побережье. И вот сейчас мы пытаемся вернуть этот тренд на такую дикую классную рыбу. Она довольно-таки дорогая. В Москве она стоит, ну, у нас, наверное, самая минимальная цена – это 550 рублей за 100 граммов. То есть килограммовая рыба стоит 5,5 тысяч. Ну и там доходит, например, за японскую рыбу кинминдай 8,5 тысяч рублей за килограмм. А люди любят, чтобы блюдо было простым, то есть просто пожаренная качественная рыба, либо чтобы это было что-то сложное с какими-то, как французская кухня, может быть, сложный соус и что-то такое. Слушай, сейчас большой тренд, все выпендриваются, я имею в виду рестораторов. Все пытаются подобрать невероятно редкую посуду, изготовить ее по своим эскизам, по своим заказам, сделать какие-то вау-эффекты, инстаграмные подачи, они необходимы и нужны. И я думаю, что процентов 10-15 в меню должно содержать такие бестселлеры, которые производят ошеломительный эффект на публику. Мы в основном это делаем в блюдах категории raw bar, когда это сырые какие-то продукты, это севиче, тартары, крудо, это все, что можно быстро приготовить, все, что очень красиво может быть выложено на льду. И для гостей это, конечно, интересно, потому что простая тарелка с ежами и устрицами всегда заставляет девчонок и мальчишек ее фоткать. А все, что касается классических блюд, рыбные какие-то блюда, блюда из осьминога, паста и так далее, то гости отдают предпочтение понятной такой итальянской либо французской классике, без наворотов. Все это такие хорошие сливочные соусы и корные соусы, и, в общем, никаких там сверхъестественных изысков никто не хочет. Я знаю, что ты продаешь устрицы в очень большом масштабе. Да, я устричный магнат. Да, и такая еда ассоциируется с очень богатыми людьми, с буржуазным образом жизни. Расскажите, сейчас-то многие себе могут позволить вообще, почему такой бум на устрице, это трендовое блюдо? Слушай, мы сделали абсолютно феерическую вещь, когда мы только открывали 6 февраля того года рыбу мою, мы сделали устрицу по 150 рублей из Новой Зеландии. И это уникальная цена, это 2,5 доллара. Мне кажется, по этой цене и в Европе, и в Америке не всегда ты купишь устрицу. И она летит на самолете, это свежайший продукт. И таким образом мы смогли приучить к устрице, в принципе, практически все слои платежеспособного населения, мы говорим про средний класс и выше, и задали новый тренд. То есть последние несколько лет мы торгуем огромным количеством устриц, и более того, начали работать еще с благотворительными фондами, например, с фондом Константина Кабинского, перечисляя с каждой проданной устрицы 10 рублей. То есть наши гости, и мы вместе с ними участвуем в таких благих делах, при этом едим роскошные продукты за не очень дорого. Это, по-моему, классная история. К вам захаживают какие-нибудь очень богатые бизнесмены? Может, из списка Forbes кого-то замечал, что они заказывают? Какую еду там? Домашние котлетки или что-нибудь? Вау-блюдо, как девочки для Инстаграма. Я видел в нашем ресторане Романа Абрамовича. Вот, по-моему, он Forbes. Да, по-моему, он тоже Forbes. Вот, и он отказался сесть в какой-то отдельный приватный кабинет и сел прямо у открытой кухни за столами, о которых я больше всего сомневался, потому что они такие, как лавки, такие троллейбусные, очень простые, очень европейские. Как у бара, да, когда сидят? Да, ну, то есть они высокие, и ты сидишь прямо у кухни, там громко, шумно, самая такая беготня, очень классная атмосфера. И он говорит, я хочу сидеть именно здесь, потому что мне нравится быть вот в таком процессе. Что он у вас заказал? Слушайте, он заказал абсолютно вот весь тот же... То есть он совершенно не заказывал дорогих вин, около 5000 рублей стоила бутылка, и для нашего ресторана это ординарное вино абсолютно. Заказал всю нашу дикую рыбу, которую обычные гости всегда тоже любят и заказывают. И не было никакого барского гуляния, то есть это было очень деликатно, интеллигентно и с народом. Дико понравился мне этот визит, это круто, потрясающе. Красивая еда и вообще красивая такая атмосфера, это часть своей работы, очень значительная, самое важное. Что для тебя пища? Ты вот живешь, чтобы есть, или ешь, чтобы жить? Все начиналось очень давно. Я помню те моменты, когда родители уезжали на дачу, я еще жил с ними, и самым большим кайфом было прийти после пары институтских на кухню что-то себе купить и готовить. И готовил я невероятно изящно, чуть-чуть параноидально. Я не мог есть, если рядом стоят какие-то грязные кастрюли или результаты трудов приготовления. Мне нужно было все убрать, включить то освещение, которое необходимо, чтобы я чувствовал себя комфортно. И это у меня в папу. Папа ест потрясающим образом, мама съедает уже три раза, мне кажется, все, а папа продолжает есть ножом и вилкой. И у меня вот такая же осталась традиция. То есть это всегда полуторачасовой такой эстетский прием пищи. И в этот момент я нахожусь наедине с самим собой, медитирую и думаю о красоте. И для меня еда, конечно, это за гранью просто процесса выживания или насыщения себя питательными элементами. Для меня еда – это искусство. И вообще ресторан для меня – это искусство. Именно поэтому мы так много тратим силы, времени на создание уникальных проектов и продуктов внутри ресторана. И я в диком восторге, потому что я очень творческий, из очень творческой семьи. И этот бизнес подарил мне возможность самовыражаться. Спасибо, спасибо, Володь. Я очень рад.